Дуб из Лукоморья Александра Пушкина, избушка на курьих ножках и настоящие маракасы на грядках. Все это и многое другое можно увидеть не только на страницах книжек, но и на полигоне станции юных натуралистов Якутии. В эти дни она открыла свои двери для жителей и гостей столицы, где сотрудники представили плоды своих трудов за лето. Что еще уродилось на полигоне и какие сказочные герои обитают в нем, расскажет Саргалана Захарова. В Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь надубит дом. Эти строки знакомы каждому еще со школьной скамьи. И, наверное, довольно мало тех, кто не мечтал в детстве попасть на этот сказочный остров и послушать песни кота-ученого. Детские мечты воплотились в реальность на полигоне станции юных натуралистов. Здесь и русалка на ветвях сидит, и избушка на курьих ножках встречает гостей. Мне больше понравилась избушка на курьих ножках, потому что она вертится. Очень впечатлены, что у нас все-таки есть такие места, сделанные, как подсказку все. Мне понравились теплицы, где гибриды создали интересные вещи. Избушка на курьих ножках понравилась. А чем? Ну, то, что она крутится так, как интересно очень. Как будто я попал в эту сказку. Есть и герои из других сказок. Вечно спешащий белый кролик с часами застыл во ждании Алисы, а мудрая гусеница замерла на шахматной доске. Но главные герои полигона растут на грядках и в теплицах. Помимо привычных картошки, моркови и помидоров, здесь выращивают экзотические растения, такие как кивана, огурдыня и лагинария. Последняя, к слову, растет в Юго-Восточной Азии и в наших условиях довольно редко встречается. В этой теплице у нас 13 сортов разных лагинарий. Лагинарии отличаются, каждый сорт отличается своей формой, своей фигурой, своим цветом. Самый редкий шорт лагинарии, я бы хотела вам показать, если видно, то он вот здесь, бородавка из Маврикии. Она, лагинария, видите, бородавчатая. Лагинария относится к семейству тыквенных. Как знаете, к тыквенным относятся у нас огурцы, патиссоны, кабачки и опять же сами лагинарии. Большинство видов лагинарии несъедобны, однако из них можно производить разные сувениры, например, скажем, вот такие маракасы. Лагинарию высушивают, кожура у нее довольно прочная, а внутри остаются семечки, которые и воспроизводят такой звук. Можно ее раскрасить и в конце получаем вот такой звонкий маракас. Теплые дни уже на исходе, а значит, скоро наступит пора сбора урожая. И двери в сказку вновь откроются уже только в следующем году. Саргалана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.